Я приветствую вас, дамы и господа, и сегодня мы с вами поговорим и посмотрим на один из самых необычных смартфонов лета 2019 года. Это Galaxy A80. Я думаю, что многие из вас знают, что у компании Samsung ранее было 4 линейки устройств. Это Galaxy J, бюджетные устройства, это Galaxy A, они же Galaxy A в нашей стране, это устройства среднеценового сегмента, которые по дизайну очень многим походили на флагманы, но были немножко проще по характеристикам. Это Galaxy S и Note, две флагманских линейки. После этого, скажем так, началась сложная ситуация в бюджетном ценовом сегменте. Компанией Samsung было предпринято решение упразднить J серию, то есть ее вообще теперь нет абсолютно, и оставить только A серию. И A серия теперь рассыпалась от A10, заканчивая A80. Я думаю, что A90 мы, наверное, тоже в этом году увидим, потому что, ну, как-то неполная линейка. Все, есть до A80, а A90 еще почему-то нет. A80 это смартфон, который, скажем так, должен был появиться, потому что это тренд сейчас на рынке. Тренд на смартфоны, у которых абсолютно нет никаких вырезов, никаких капель, ничего на фронтальной части, и у которого у нас с вами что делается? Правильно, у нас с вами поворачивается вот таким вот образом камера. То есть это смартфон с выдвижной камерой. Сейчас здесь, в этом сегменте выдвижных камер, каждый издевается, производитель как хочет. У нас был с вами Zenfone 6 на обзоре, у которого вот так вот камера поднималась. Есть смартфоны, у которых она выдвигается с корпуса вот таким вот образом. Решения у всех разные. Кто-то использует отдельную фронталку, которая выезжает, кто-то берет основную и переворачивает. Samsung решили таким образом сделать, и на это есть свои причины, которые мы обсудим немножечко позже. Если говорить о дизайне этого смартфона, то могу сказать, что он неоднозначный. Ну, скорее даже, наверное, в хорошем смысле, чем плохом. Но, кстати, это будет уникальный момент, когда я буду местами ругать Samsung, что для меня не свойственно, потому что я люблю эту компанию. Первое. Смартфон огромный. Диагональ 6,7 дюйма. Это огромный фаблетищи. И даже я, любитель больших смартфонов, который восхищался тем, как Galaxy S10 Plus лежит в руках, здесь смартфон действительно большой. Но, снова-таки, это вопрос привычки. Буквально недельку я с ним походил. Да, я ходил с таким вот розовым смартфоном. И, насколько я знаю, это эксклюзив. Ни у одного обзора на YouTube не было еще розового цвета, а у меня есть. И особенность в том, что у смартфона очень странная компоновка. Из-за того, что основной блок камер и сервопривода находятся вверху, само собой это повлияло на его вес. Всего смартфон весит 220 грамм, и основная часть, она вот здесь вот находится. Когда ты в первый раз берешь его в руки, он сразу норовит, вот, ну, смотрите, если я возьму вот так вот наполовинку, то, как вы видите, сразу падает сюда. То есть, центр тяжести у него очень смещен, и словить его крайне тяжело. То есть, видите, он находится немножечко вот здесь. Чуть-чуть я поворачиваю смартфон, начинает тут же валиться. То есть, на этой стороне гораздо больше веса. Трудность эта составляет первый день, максимум два. То есть, потом ты просто понимаешь, что смартфон нужно немножечко иначе держать. И в этом трудности нет, в принципе. То есть, им пользоваться можно и удобно можно. По габаритам смартфона, ну, он фаблет. Ну, то есть, чуть-чуть больше, чем S10+. А высоту, в ширину, мне кажется, немножечко меньше. Потому что здесь не изогнутые грани, здесь плоский дисплей. Здесь очень тоненькие рамки, из-за того, что нет никаких вырезов на фронтальной части. И внизу у нас чуть-чуть такая заметная рамочка есть, но она тоже решается, если вы, допустим, будете использовать какие-нибудь темные обои, как это поставил я. И рамки, в принципе, вообще не видно. По расположению элементов, тут тоже подумали, это хорошо. Но, в принципе, на самом деле связана эта конструкция корпуса. Кнопка питания и клавиши громкости находятся на удобном расстоянии для их использования. То есть, я вот беру смартфон, и мне не нужно тянуться к клавиши питания. Как это бывает в некоторых других смартфонах компании Samsung, где приходится его перехватывать для того, чтобы отрегулировать хоть что-то. То есть, здесь ты берешь нормально в руки смартфон, и у тебя сразу все под рукой. Вот клавиша питания, вот клавиша регулировки громкости. И они по левую сторону, спасибо, они не справа, поэтому это уже хорошо. Остальное, конечно же, у нас сверху здесь не может быть слотов под сим-карты, под карты памяти, поэтому все это переехало на нижнюю часть. На нижней части у нас есть слот под сим-карты, причем он крайне странный, не длинный такой, как обычно, а короткий. И с двух сторон у него вот так вот вставляются сим-карты. Есть USB Type-C, есть динамик. Динамик, сразу скажу, средненький, он далеко не то, что есть в Galaxy S10, но для просмотра видео на YouTube какого-нибудь быстренького, либо для игры его, в принципе, хватает. Здесь же находится микрофон, и здесь находится еще один микрофон, естественно, для видеозаписи. Из того, что находится на видном месте, хотелось бы сказать еще про используемые материалы. Это вот это вот стекло. Как мы знаем, в Galaxy A50, A70, A30, A40 и прочем A используется так называемый стеклопластик. То есть, по факту, это пластик, который очень напоминает стекло. Здесь называется 3D-Glastic. Ну, если вот тупо так читать с латиницей. 3D-Glastic. Но, по факту, это вот как раз-таки тоже стеклопластик. Вот даже по звуку слышно, что это у нас с вами пластик. Но при этом он имеет стеклянные какие-то особенности. Вот в этой верхней части здесь стекло находится. Снова-таки по звуку это слышно. Здесь же находится вот этот вот гластик. Он не так сильно царапается, как пластик в A50 и в A30 и в A40. Но в тот же момент не так легко бьется, как обычное стекло. Вообще, мне по дизайну задней крышки очень напоминает он A7-17 года. У него и цвет очень похожий. Там он назывался Peach Cloud. Это был персиковый. Здесь он какой-то розовый, но при этом золотой. Вот мне очень нравится, на самом деле, это золотое обрамление. Оно очень стильно смотрится. Вот реально очень стильно. И даже для мужчины вот такой вот розово-персиковый и золотой цвет, называйте как угодно, он не стыдный. То есть меня ни разу на борщаговке не побили, за то, что я хожу с таким смартфоном. Поэтому, в принципе, трудности в этом не вижу. Ну и говоря о характеристиках. Самое первое, это, повторюсь еще раз, дисплей. Дисплей у нас здесь диагональю 6,7 дюйма. Это Super AMOLED матрица. Конечно же, яркая, насыщенная, контрастная, глубокий черный. Все, что вы и так знаете. И давайте вот те, кто свидетели ШИМа, вот сразу, извините, у меня нет аппаратуры. ШИМ я не проверяю. У меня глаза не вытекают почему-то от Super AMOLED дисплея, поэтому тут вопрос закрыт. Разрешение же этого дисплея 2400 по широкой части и по узкой 1080, то есть так называемый Full HD+. Хотя по факту это просто Full HD. Ну и то, что находится под дисплеем, это сканер отпечатков пальцев. Как и у любого уважающего себя современного смартфона, здесь он есть. И нам нужно просто прикоснуться к дисплею, подсвечивается сканер и вуаля, разблокировался. По скорости работы могу сравнить примерно с A50, наверное, но на этом тестовом сэмпле иногда с ним бывают трудности. Я уверен, что это трудности именно инженерного образца, то есть есть просто сэмплы, а есть прям совсем-совсем инженерные образцы. Вот это инженерный образец. Я думаю, что у коммерческих будет гораздо лучше, плюс с софтом могут порешать, как это было с A50, у него сейчас сканер гораздо лучше стал работать, чем был на старте. И тут заключается еще одна особенность. Разблокировки по лицу нет. Вообще. Совсем. От слова вовсе. То есть тут нет разблокировки по лицу. Само собой, это из-за конструкции камеры, но к этому очень тяжело привыкнуть. Когда у меня на личном смартфоне установлен и сканер отпечатков пальцев в экране, и разблокировка по лицу, как бы ты ни взял смартфон, у тебя что-то быстрее да сработает. То есть такого, чтобы ты заморачивался как-то над разблокировкой, нет вовсе. То есть нужно сначала думать. То есть ты берешь в руки смартфон, ждешь разблокировки по лицу, а ее нет. Но если вы ранее не пользовались разблокировкой по лицу, то для вас трудностей в принципе никаких не будет. Ну и как сейчас, допустим, у меня полностью выключенный экран, то есть не подсвечивается область для разблокировки. И для этого мне нужно либо нажать на клавишу питания, либо дважды тапнуть по дисплею, после чего я нажимаю на сканер и вуаля, он подсвечивается. С этим, если экран весь подсвечивается, то срабатывает чаще всего с первого раза. Если же у нас экран заблокирован и мы начинаем сжать примерно в то место, то, как видите, срабатывает не с первого раза. То есть вот этой зеленой подсветочки не всегда хватает. И по железу, конечно же, по характеристикам. Работает эта вся красота на Qualcomm Snapdragon 730. Один из немногих смартфонов, на самом деле, с этим процессором. Графический усилитель Adreno 618. И суть такова, что он где-то по мощности находится на уровне 835 Snapdragon. Вот на самом деле, в Antutu набирает чуть более 200 тысяч баллов. Графика в играх практически везде на максимальных настройках, на высоких. Ну, естественно, в разрешении Full HD. И в целом интерфейс системы, он работает настолько быстро, что я не почувствовал какие-то страдания при переходе со своего личного смартфона. То есть у меня смартфон на 845 Snapdragon, один из самых быстрых на сегодняшний день. Но тут я не страдал. То есть если, допустим, в А50, в А40, ты так или иначе чувствуешь, что железо не флагманское. Ну, то есть в моих словах нет вранья то, что они работают быстро. Они работают быстро, как для такого сегмента. Здесь же, действительно, ты будто пользуешься S10. То есть особая разница, это какой-то ты не замечаешь скорости действия. Он действительно очень быстрый. Плюс здесь 8 гигабайт памяти оперативной, 128 гигабайт памяти встроенной. без возможности расширения. То есть тут только две сим-карты и все, слота под карты памяти нет. А если говорить еще о том, чего лишили, тут нет выхода под наушники. Все, я уверен, что в Galaxy Note 10 не будет выхода 3.5. Я почему-то более чем уверен. Но я не верю в то, что в таком огромном смартфоне не нашлось места под микрофон. Господи, под микрофон. Под выход под наушники. Ну все, вот это уже конец. Уже Samsung последними держались-держались и тоже начали сдаваться. То есть выхода по 3.5 здесь нет. И для меня это было очень злой шуткой, когда я поехал в командировку. У меня был с собой Tab S5e, в котором нет 3.5. У меня был с собой Galaxy A80, в котором нет 3.5. И мой личный смартфон, в котором нет 3.5. И я успешно потерял переходник. И моих Bluetooth-наушников хватало на полтора часа. И все. Но в итоге я потом наколхозил, конечно, переходник. Переходник через переходник через переходник. Примерно как владельцы Apple себя чувствуют с MacBook Pro. Но суть в том, что горестно мне это. Конечно, Galaxy Buds классные наушники, но для поездок я хочу использовать что-то более большое, проводное и тому подобное. Без провод классно, но я все-таки провода люблю в этом вопросе. Есть еще один момент, связанный с этим смартфоном, это батарея. Казалось бы, в таком огромнейшем корпусе, достаточно толстом, тяжелом, 220 грамм, на сегодняшний день это очень много. В нем батарея всего на 3700 мА. 3700 при диагонали 6,7 дюйма. Это очень мало. Я не хочу вам, скажем так, рассказывать про то, что он проживет день, потому что я не знаю, проживет ли он день. Лично у меня он день вообще не проживал. Но, возможно, это трудность моего инженерного сэмпла. Возможно, это трудность того, что у меня всегда было включено приложение, которое постоянно, ну, часто ело геолокацию. Может из-за этого. Но почему-то мне это кажется, по моим субъективным наблюдениям, по моему опыту, что 3700 для такой диагонали это маловато. Нужно немножечко больше все-таки. Вот это то, что я могу назвать минусом лично для меня. Но, в основном-таки, возможно, в коммерческих образцах, которые будут продаваться в магазине, все будет гораздо лучше. Ну, и теперь по поводу одного из самых главных фишек этого устройства, это его камеры. Камеры здесь три сзади. Одна из них 48-мегапиксельная с диафрагмой 2.0. Это основная камера. Есть также 8-мегапиксельная с диафрагмой 2.2 и сверхшироким углом на 123 градуса, который мы встречали уже в большом и огромном количестве смартфонов от компании Samsung. Третья камера это TOF-модуль с диафрагмой 1.2. Это есть ту информацию, которую я нашел. Прямо такая открытая диафрагма. Для чего? Какая нужна? 48-мегапикселей, понятно, это основная камера, которая делает основные фотографии. Не сказать, что она чем-то выдающаяся, но не сказать, что она плоха. То есть она ожидаема, как всегда, это бывает у Samsung. Днем снимки хорошие, резкие, насыщенные, контрастные. Вечером, ну, как получится, как повезет, как сыграет баланс белого. Широкий угол точно так же. Удивительные, даже местами перенасыщенные фотографии, которые вообще не нужно редактировать. С минимальной дисторсией, но при этом вечером там вообще делать нечего, потому что закрытая диафрагма. И TOF-сенсор позволяет вам делать портретные фотографии, позволяет снимать портретные видео. Чего ранее мы могли в смартфонах компании Samsung увидеть только в S10 5G, которого у нас от RADIUS нет и не будет никогда в жизни. И видео с размытым задним фоном снимается. Ну, господи, красота же. Ну, просто красота. Вот еще бы стат нормально завезти, вообще было бы красиво. Вот даже так уже хорошо. Естественно, все эти три камеры, они становятся фронтальными, когда вы включаете фронтальный режим. Но тут есть маленькие но. Допустим, когда мы включаем основную камеру, то у нас у меня есть два режима съемки. Либо обычная камера, либо сверхширокий угол. И когда мы поворачиваем его к себе, то у нас есть три режима съемки. Но по факту их точно так же два, просто один это кроп. У нас есть вот основная камера на 48 мегапикселей, есть сверхширокий угол и есть кроп с основной камеры. Зачем? Я не понимаю. Это примерно так же, как и зачем вторая камера у S10+, у которого их две на фронтальной части, тоже вызываются вопросы. Больше каких-то глобальнейших отличий между фронтальной и основной камерой лично я не нашел. Единственное, что искусственный интеллект на фронтальной камере не работает. Ну, логично, с другой стороны. Потому что, когда вы снимаете на основную камеру, у вас может быть пейзаж, может быть собака, может быть еще что-то. Когда же вы включаете фронтальную камеру, то скорее всего у вас режим один, человек. По идее. Я надеюсь, что это так. Если же нет, то используйте основную камеру в вот таком вот режиме, если вас кто-то снимает вместо вас. В общем, бред, я понял. По поводу видеозаписи, точно так же есть суперстабилизация, как в Galaxy S10. Ну, вот, примеры видео вы сможете увидеть здесь, конечно же. Ну, и в целом, камера оставляет приятные впечатления. Как я и говорил, ничего сверхъестественного, но ничего плохого. И если подвести какой-то итог по этому смартфону так в целом, я скорее доволен, чем нет, но вопросы к смартфону есть. То есть, понятно, что это такой проба-пират такая в вопросе выдвижных камер. Само собой, что есть очень большое количество вопросов вообще к этому модулю как таковому, что возможно у него будет забиваться пыль, хотя тут нет каких-то видимых мест для этого. То есть, все, в принципе, можно спокойно претереть, в отличие от других смартфонов, у которых выезжает она из корпуса. Есть, конечно, вопросы к вот этому поворотному механизму, потому что неизвестно, как он себя будет вести там спустя время. Он разряжает батарею просто очень-очень сильно. А на первых порах вы, конечно же, будете этим играться постоянно. Когда к вам будут подходить знакомые, вы будете говорить, смотри, какой у меня смартфон, смотри, камера выезжает. Само собой, это будет убивать батарею, поэтому на этом нужно помнить, об этом нужно думать. И в целом, как смартфон, который уникален в том плане, что нет никаких вырезов от компании Samsung, это интересное решение. Но за эти деньги есть, возможно, смысл присмотреться к прошлогодним флагманам, таким как Galaxy S9 и S9+. А S9+, я вообще считаю одним из самых удачных смартфонов на компании Samsung. Поэтому тут уже, конечно, выбирать вам, что, куда, зачем и почему. Поэтому, если вам понравился этот ролик, обязательно ставьте ему лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до новых встреч, наши любимые, замечательные и самые лучшие.